Трензеля Всем привет! Сегодня я вам расскажу про трензеля. Какие трензеля бывают и на каких трензелях ездим мы. Значит, мы занимаемся, наш конный клуб занимается два таких профиля у нас, конкур и выездка. Значит, какие трензеля вообще мы используем? Я вот хотела вам сегодня показать. Вот, допустим, у нас железо, берем на уздечке. Это у нас называется восьмерка. Восьмерка это у нас такой переходничок. И чем она хороша? Она гибкая, то есть она очень удобная для лошади, тем, что она хорошо ложится по рту лошади. То есть она такая мобильная, такая восьмерочка. Есть еще, вот допустим... Так, сейчас мы повесим. Так. Есть еще вот такое железо, да, это уже не восьмерка, но такой, скажем, классический. Но теперь, значит, он, так скажем, более строгое сцепление. То есть, если вот так у нас трензель сгибается, то немножко это давит как бы на небо лошади. Вот. Еще хотела, знаете, что сказать про толщину. Вот этот трензель довольно-таки мягкий. Для молодых лошадей в основном используется. Когда лошадь молодая, при заездке, чтобы не было такого сильного давления на рот лошади, чтобы лошадь у вас не сопротивлялась, поначалу одевают вот такие вот толстые трензеля. То есть, ну, где-то здесь, я не знаю, где-то, наверное, ну, 18-й, наверное, размер, может быть, даже. Ну, да, наверное, 18-й размер. Вот эта вот ширина. То есть, даже если сравнить вот с этой, вот с этим железом, то есть, вот если вы посмотрите, вот, то разница ощутима, да? То есть, здесь у нас тонкое железо, а здесь толстое железо. То есть, это уже используется для более профессионально, как бы на профессиональном уровне для опытных лошадей. А это у нас такое железо для молодых лошадей. Ну, или если ваша лошадь очень-очень мягкоротая, то можно использовать такое вот, как мы его называем, дутое железо. То есть, оно как бы такое, как будто его набыли. Так, хорошо. Теперь, какое у нас еще есть железо? Сейчас я вам покажу. Так, вот смотрите. Есть еще такое железо. Называется оно империал. Значит, почему империал? Вот здесь у нас, вот это вот железо, оно к кольцам, как бы приделанно, ну, так скажем, намертво. То есть, вот это вот у нас не ходит, да, ходуном по кольцу. То есть, если, опять-таки, сейчас я вам покажу, сравнить. Вот с этим железом, то есть, видите, у нас вот здесь вот железо ходит по колечку, туда-сюда, такое мобильное получается. То есть, более такое, скажем, железо, оно более ложится по рту лошади. Вот. То есть, здесь уже все, здесь более зафиксированная у нас железочка, и она считается более строгим железом, нежели вот это железо. Вот. Но тут у нас сцепка восьмерка, поэтому тоже такое более лояльное, более лояльное у нас железо, как бы, да. Если у нас здесь еще будет классическая сцепка, то это будет гораздо строже. Еще хотела рассказать, у нас, смотрите, железо еще отличается цветом, да. То есть, вот это белое железо, вот это вот желтенькое железо. То есть, тут такой сплав, ну, как пишут, что он, как бы, хорош для отжевывания лошади, что, вроде как, оно приятней, да. И такое железо, оно стоит, конечно, подороже. То есть, как бы, знаете, как ноу-хау, какой-то сплав, что лошадям очень комфортно его отжевывать. То есть, ну, знаете, как бы, особой, ну, например, разницы я не вижу, что такое железо, что такое. То есть, как бы, тут уже зависит все от работы, от рта лошади. Но, хотя, может быть, возможно, как бы, они и правы, как бы, тем, что такое вот желтое железо. Так, значит, что еще хотела сказать, какое еще вам показать железо. Сейчас я повешу. Интересно, у нас тут железо еще есть, висит такое, это же вот хотел показать. Бывает, что, если лошадь перекидывает язык, бывает так, что лошадь перекидывает язык через трензель. Наверх вот так высовывает, то есть, это плохая привычка. И вот есть такие вот железочки, они с лопаточками. То есть, это для того делается, чтобы лошадь у вас не перекинула язык. То есть, лошадь должна язык держать под железом. А бывает, лошадям не нравится вот это давление железа, и лошадь, она пытается перекинуть. И вот такие вот лопаточки, да, такие приспособления, они не дают возможности лошади этого делать. И лошадь будет лучше у вас управляться. Вот. Так. Так, что еще хотела сказать? Да, еще хотела сказать, есть у нас специальные правила. Сейчас я вам покажу. Международные правила. Вот такие есть правила, да. Они у нас международные правила. Вот это вот правило соревнований по выездке. Есть также по конкурсу, есть по троеборью. И здесь, в правилах, если вы соберетесь на соревнования, здесь оговаривается, какое железо у вас должно быть для выступления. То есть, здесь прям все описывается подробно, какие железки у вас должны быть. И трензеля, и мунштуки. Пишутся также, какие колечки тут. Вот видите, какие грызла. Вот. И если вы собрались ехать на соревнования, то есть каким видом вы занимаетесь, я не знаю, то обязательно вы откройте эти правила и посмотрите, какое железо разрешается для соревнований. Правила эти можно найти в интернете Федерации коново-спорта России. Выбирайте свой раздел, конкурс, выиск, троебори. И там вы находите вот такие вот правила. Они там, пожалуйста, в общем доступе. То есть, это можно посмотреть. Это ни для кого не секрет. Вот. Поэтому, прежде чем собраться на соревнованиях, покупать какие-то железки для лошадей, и посмотрите, разрешены ли они правилами. Вот. Ну, вроде как бы я вам сказала все. Если есть вопросы какие-то, пишите. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok